Скифо-сибирский искусство Одним из центральных образов скифского искусства является фантастический хищник Грифон. Слово Грифон или Грифин происходит от греческого термина групos, что значит изогнутый или кривой. Сам облик Грифона и его нрав в разных культурах представлялся не одинаково. Грифоном вполне можно назвать существо с львиным туловищем, крыльями и головой орла. В раннем железном веке изображение Грифона в стилизованном виде встречалось, например, на бронзовых бляхах различных форм, предметах конской упряжи, псалия, оружии, кинжалах и ножах, найденных в степных районах Минусинской котловины. Бронзовые кинжалы или окинаки имели большую популярность среди воинов тагарской культуры. Однако наиболее мощным оружием ближнего боя являлся топор. Бронзовый топор с изображением головы Грифона является уникальной находкой, что может говорить о значимости самого предмета и высоком статусе его владельца. Возможно, данный предмет был изготовлен по индивидуальному заказу и принадлежал к очень знатному воину. Примечательно, что на бронзовом изделии изображена только голова Грифона, на которой можно увидеть уши хищного зверя, нереалистично большой глаз круглой формы и мощный загнутый клюв с рельефным желобком, что, по-видимому, свидетельствует о двойственной природе самого существа. Клюв хищника снабжен отверстием, за которое, вероятно, крепились какие-нибудь подвески и амулеты. В целях облегчения довольно тяжелых бойков топоров древние мастера делали выемки между втулкой и лезвием, хорошо заметные у этого образца. Носили это оружие, привязав к поясу через небольшие отверстия в гребне на обухе. Топор имеет узкую вытянутую форму, не предназначенную для колющего удара и рубки деревьев. Следовательно, он является боевым. Интересно, что само лезвие не имеет никаких повреждений, что свидетельствует о том, что оружие не использовалось в сражениях, а имело ритуальное назначение. Что на самом деле обозначало изображение фантастического хищника, сказать трудно, но можем только догадываться. Образ Грифона достаточно таинственный, как и все скидское искусство Южной Сибири.